По данным Российского онкологического научного центра, ежегодно в стране выявляется около 50 тысяч случаев рака груди, 40% из них на поздних стадиях. Ежегодно от рака груди умирает около 20 тысяч россиянок, и каждая женщина, каждая восьмая женщина на протяжении жизни имеет риск заболеть раком молочной железы. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Мы стоим на пороге октября, а октябрь традиционно считается месяцем борьбы с заболеваниями рака груди. И сегодня в нашей студии дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Татьяна Золотарева, заместитель главного врача Самарского областного клинического онкодиспансера по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью. Врач-онколог, конечно же. Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Напоминаю, телефон 202-11-22. Готовьте ваши вопросы, можете звонить сюда к нам в студию. Я хотела бы начать, наверное, с одной стороны самого простого, а с другой стороны самого сложного. Почему мы заболеваем раком? Вопрос, который задают все те, кто общаются в нашем обществе. К нашему сожалению, я сразу хочу сказать, что число онкологических заболеваний будет расти. Это удел цивилизации. Чем дольше человек живет, тем чаще у него вероятность возникновения рак, различная локализация. Это данность. Это особенности физиологии организма. Поэтому, еще раз говорю, чем дольше человек живет, тем чаще у него риск возникновения онкологических заболеваний. Кроме того, безусловную роль играют факторы риска развития рака в той или иной локализации. Они достаточно хорошо изучены, они известны для многих заболеваний. Поэтому, ну, так вот достаточно просто и однозначно могу сказать, что факторы риска, влияющие на состояние организма, могут провоцировать, менять клетки в организме так, что развиваются опухолевые, с которыми мы стараемся справиться. Вот вы говорите, что болезнь цивилизации. Но здесь, на мой взгляд, есть некий парадокс. Ведь с развитием цивилизации развивается наука, развивается медицина. Получается, медицина от цивилизации, что ли, отстает? Нет, медицина как раз не отстает от цивилизации. Просто сейчас мы говорим, что распространенность онкологических заболеваний высока в связи с тем, что в медицине врачи успешно борются со всеми остальными заболеваниями, которые точно так же приводили к летальным исходам. И не позволяли человеку дожить до 65, 70, 80, 85 лет. То есть люди не доживали до того возраста, когда у них вероятность возникновения. Не доживали до своего рака, как говорят онкологи, да? Да, есть такая фраза, существует, да. Бытует такое мнение среди врачей, что каждый человек должен дожить до своего вида рака. Ну, условно говоря, чем дольше живем, тем больше изнашивается организм. Ну, если просто так сказать. Влияние внешних факторов существенно больше, увеличивается, и современное общество никоим образом, к сожалению, не способствует тому, чтобы снизить риск вот этих внешних факторов, которые приводят к тому, что человек, да, ну, организм человека фактически изнашивается и становится подвержен для развития самого разного рода заболеваний, ну, в том числе и онкологических. Я статистику российскую привела в начале программы, а что по Самарской области? Вот мы сегодня уже посвятили эту программу раку молочной железы. Насколько это заболевание для нас критично? Рак молочной железы среди всех онкологических заболеваний относится к тому числу заболеваний, которые наиболее часто встречаются. У женщин рак молочной железы стоит на первом месте. Это касается как Самары, так и Самарской области, как Российской Федерации, так и в целом в мире. Если мы посмотрим на статистику по развитым странам мира, то там точно так же, как и у нас, рак молочной железы у женщин будет стоять на первом месте. В закономерности, мировая тенденция, от этого никуда не денешься. На учете из всего количества пациентов, которые наблюдаются в онкологическом диспансере, вообще в онкологической службе Самарской области, из 110 тысяч человек, около 20 тысяч – это пациентки, у которых был выявлен рак молочной железы, которые успешно прошли лечение и сегодня наблюдаются. Вот по цифрам такие. Если говорить, сколько мы выявляем случаев, первичных случаев опухоли молочной железы в год, то цифра составляет порядка 1600-1800 случаев. Около 2000 порядка примерно в год выявляется новых пациенток, среди них небольшая доля мужчин, это там буквально 1%, у которых выявляется тоже рак молочной железы. Тогда, наверное, оговоримся, что мужчина тоже может заболеть. Да, мужчина тоже может заболеть раком молочной железы, но у него риск развития этого заболевания существенно, в разы ниже, чем у женщин, конечно. А вот это количество ежегодно диагностируемых случаев, оно как-то на протяжении последних лет растет? Понемногу увеличивается. Нет резких скачков, нет резкого прироста, но постепенно увеличивается. Допустим, 5-7 лет назад мы говорили о полутора тысячах, в прошлом году, например, было выявлено 1820 случаев, на сентябре вот этого года выявлено уже 1280 случаев первичных рак молочной железы. Резких скачков нет, но постепенное увеличение больных есть. Вот, конечно, я каждый раз пытаюсь у вас выяснить причины. Прочитала такую вещь, что патологический процесс могут запускать травмы, причем как психические, психологические, так и физические. Так ли это на самом деле? Травмы груди относятся к числу факторов риска развития рака молочной железы, безусловно. Но доля, так скажем, вес вот этого фактора риска в развитии рака молочной железы, он не так существенен, если мы берем, если сравнивать с другими факторами риска, которые могут приводить к развитию этого заболевания. Конечно, нас беспокоит в первую очередь ситуация, когда у женщин наблюдается нарушение гормонального фона. Это одна из основных и, наверное, самых значимых причин, на основании которого может развиться, может развиться, я подчеркиваю, не обязательно, не всегда, но может развиваться рак молочной железы. Есть несколько факторов. Мы знаем хорошо, по статистике мы знаем, что средний возраст, когда максимальное количество больных выявляется, в каком возрасте, это диапазон от 60 до 65 лет. То есть мы понимаем, что для развития онкологического заболевания требуется несколько лет. И вот как раз вот те критические моменты в так называемый климатерический период, в менопаузу, в раннюю постменопаузу, когда происходит гормональная перестройка, могут привести к развитию опухоли молочной железы. Такое есть. Ну, а если вспоминать и изучать анамнез у таких пациенток, у многих из них это раннее начало менструации, это наличие прерывания беременности в анамнезе, это поздние роды. То есть как раз вот те механизмы, которые могут запустить необратимые изменения в тканях молочной железы. Это вот основные, основные факторы, основные из факторов, которые могут приводить к развитию рака. А есть какой-то возраст у женщины, после которого она уже может быть спокойной, что все, ничего не случится? Ну, вот я обозначила такой вот возрастной диапазон, где наиболее часто встречается. Доля пациенток старшей возрастной группы, старшей 65, она постепенно уменьшается. Но, к сожалению, я могу сказать, что рак молочной железы встречается у наших пациенток и в 70, и в 75, и в 80 лет, когда к нам обращаются пациентки старшей возрастной группы. Диапазон здесь однозначно ограничить невозможно. Давайте мы сейчас посмотрим сюжет, снятый в Самарском клиническом онкологическом диспансере и продолжим разговор. Найти и обезвредить. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы занимает лидирующую позицию в статистике онкологических заболеваний среди женщин во всем мире. Ну, если говорить об России, то ежегодно заболевают более 60 тысяч человек относительно Самарского региона, то и около 2000 человек в Самарском регионе диагностируется. На базе нашего отделения хирургическое лечение проходит около 1200 человек пациентов. Поздние роды, особенности женского цикла, возраст, избыточный вес, да и просто генетика – все это факторы риска рака груди. На современных этапах развития медицины излечение болезни на ранней стадии возможно практически в 100% случаев. Так было у Алевтины Николаевны. Неудачное падение спровоцировало опасную болезнь. Ну, я быстро обратилась в свою поликлинику. Мне говорят, идите к онкологу. Я пошла к онкологу. Срочно в Самару. Здесь меня встретили нормально. Вот, а на второй день сделали сразу операцию. Выявить рак молочной железы можно с помощью УЗИ, КТ, МРТ и рентгеновского исследования. Недавно в Самарском онкодиспансере появился новый маммограф. А когда медики убедятся, что болезнь миновала и противопоказаний нет, наступает реабилитация. Направление на нее можно получить у своего лечащего врача. 202, 11, 22. Татьяна Геннадьевна, сразу еще один такой неприятный, может быть, вопрос. Медики все время говорят, что не бойтесь, рак излечим. Вопрос в ранней диагностике. И получается, что тот процент летальных случаев, случаев, которые обнаружены на поздних стадиях, так в чем проблема? Почему мы не можем диагностировать пораньше? Ну, не может быть, чтобы все пациентки наплевательски относились к своему здоровью и вообще никак на него не обращали внимания. К сожалению, все-таки мы вынуждены констатировать, что женщины мало уделяют внимания своему собственному здоровью. Как бы широко мы не говорили о возможностях, которые сейчас предоставлены нашей отечественной медициной, в плане диспансеризации, прохождения медицинских осмотров периодических, все равно не готово наше население, в том числе женское половина населения, внимательно смотреть за своим здоровьем. Следить за своим здоровьем. Не так много, как бы нам хотелось, приходят пациенток на маммографические исследования, хотя в поликлиниках сейчас созданы все условия. И прием пациентов, прием жителей в выходные дни и в вечерние часы. То есть доступность диагностической медицинской помощи в первичном звене сейчас очень высокая. Но, тем не менее, мы не видим такого большого наплыва жителей, в частности, женщин на обследование. На мой взгляд, это одна из основных причин, когда мы выявляем заболевание уже на поздних стадиях. Когда женщина приходит с клинически значимыми симптомами, которые требуют уже последующим проведения очень серьезного лечения. Очень серьезного. Очень серьезного, очень длительного по времени, затратного эмоционально, психологически, физически. Врачу, конечно, некогда испытывать обиды, но я подумала, что, наверное, вот врач как раз понимает, что этого всего могло бы не быть, да, если бы раньше. И каково это осознавать. Да, да, к сожалению, да. Татьяна Геннадьевна, ну вот по поводу диспансеризации. Многие, в общем, как-то этот пункт из своей жизни исключают, не верят в его эффективность. Вот эти процессы дают онкологам новую диагностику, новые выявления. Они эффективны, на самом деле, вот такие осмотры? Конечно. И мы все время об этом говорим. Основным диагностическим методом для выявления вообще патологии молочной железы является маммография. И мы говорим о применении этого метода у женщин старше 40 лет. Любая, каждая женщина один раз в год при отсутствии, даже при отсутствии жалоб, обязана пройти маммографическое обследование один раз в год. Если есть какая-то патология, то маммографические обследования назначаются несколько чаще. Там могут назначаться раз в год, два раза в год и так далее. Это первый, единственный и основной метод скрининговый, который используется во всем мире. Это не наши пожелания, это мировые практики, которые мы тоже применяем. Сейчас есть оборудование, которое позволяет выполнить маммографические исследования с достаточно хорошей четкостью, с достаточно хорошим изображением. При каких-то сомнениях врач-рентгенолог может проконсультироваться с специалистом в онкологическом диспансере в системе телемедицинских консультаций. Основная наша задача, да я думаю, что и ваша тоже в сегодняшней передаче, замотивировать людей прийти выполнить диагностическое обследование. Ну и в общем-то, почему акции проводятся? Для того, чтобы обратить внимание населения жителей на проблему, которая существует и на проблему, которую можно избежать. Смотрите, у многих людей психика устроена таким образом, что мы боимся узнать что-то плохое и предпочитаем лучше не пойти. Ну ничего же не беспокоит. А пойдешь вдруг что-то вот, да. Что с этим-то делать? Ну, сегодня вы начали уже передачу с таких общеизвестных фраз, но, опять же, для онкологии здесь абсолютно на 100% применима фраза. Лучше предупредить, чем лечить. Вот в этой ситуации это на 100% верная фраза. Поэтому лучше выполнить все профилактические мероприятия и быть спокойным до следующего обследования. Это касается не только рак молочной железы, это касается всех заболеваний, в том числе и онкологических. А можно ли самостоятельно диагностировать у себя рак молочной железы? Ведь вы же все время тоже говорите, делайте самоосмотры. Диагноз рака молочной железы ставится только в медицинском учреждении. Заподозрить какую-то патологию в молочной железе можно самостоятельно. Ведь в организме может появляться не только рак, бывает это бракачественное образование, но они тоже требуют к себе внимания. Вот для того, чтобы это своевременно выявить, нужно и проводить самообследование молочной железы. Достаточно простая методика, она доступна, она широко доступна, никаких сложностей здесь нет. Достаточно буквально 10 минут в месяц, для того, чтобы уделить своему собственному здоровью и вниманию. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну пожалуйста, вот моя знакомая берет кредиты, собираясь деньги по родственникам на операцию за границей. Она абсолютно уверена, что за границей рак молочной железы и оперировать лучше, и как бы результаты будут лучше. Вот не догруждается ли она, проводят ли у нас в Тамаре такие операции и стоит ли тратить столько денег на лечении за границей? Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Я отвечу сейчас на него. Дело все в том, что методики, которые используются в онкологии, они, как правило, все сертифицированы и стандартизованы во всем мире. Не зря мы три года назад получили сертификат Немецкого онкологического общества, в том числе и по лечению рака молочной железы. И мы абсолютно полностью выполняем все требования, которые, допустим, предъявляются к лечению онкологических заболеваний, в том числе и рака молочной железы, в той же Германии. Поэтому у нас сейчас, вот на данный конкретный момент, возможны и доступны все методики лечения, которые используются в Европе, в Израиле, в Соединенных Штатах Америки. Это касается как диагностики, так и лечения. Поэтому, может быть, имеет смысл все-таки проконсультироваться, подойти еще раз в онкологический диспансер и проконсультироваться о возможности того или иного вида лечения. А что касается непосредственно хирургических операций, то мы уже больше 10 лет выполняем реконструктивные операции с использованием имплантов. С использованием имплантов. Методики есть разные. Есть одномоментная реконструкция молочной железы, есть отсрочная реконструкция молочной железы. То есть это сейчас доступно. Дело все в том, что оценивать и определять объем хирургического лечения должен врач. Не столько пациент, сколько врач. Конечно, мы принимаем во внимание желание пациентки. Допустим, если есть возможность и если есть желание у пациентки сохранить грудь, то, конечно, мы пойдем на более щадящую операцию. Если есть угроза жизни в зависимости от стадии заболевания, то, конечно, мы будем разговаривать с пациенткой о том, что все-таки нужно выполнить большую операцию. Но это в конечном итоге последнее слово за пациенткой? Или я неправильно вас поняла? Здесь должен быть консенсус между врачом и пациенткой. Ну, это общепринятая ситуация. У нас медицина добровольная. Ну, иногда, наверное, бывает, что на одной чаше весов жизни, а на другой сохранить грудь. Конечно. И в этой ситуации нужно попытаться все-таки найти с пациентом общий язык, с пациенткой в данном случае найти общий язык, чтобы объяснить необходимость выполнения того или иного объема операции. Но еще раз я хочу сказать, что в онкологии все достаточно четко стандартизировано и регламентировано. И, как правило, все стандарты, которые используются в нашей стране для лечения онкологических заболеваний, они полностью соответствуют европейским и американским стандартам лечения. Ну, раз уже про лечение заговорили, может быть, есть какие-то новые методы? Вообще, как часто они появляются в этой области? И, Татьяна Геннадьевна, сначала звонок послушаем, потом я еще раз задам вам этот вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Мне хотелось бы задать вопрос к врачу. Да, пожалуйста. Конечно, конечно, задавайте. У меня в течение 7 лет отмечается фиброзокистозная мастопатия. И отметили последние 3 года узел в размере 22 сантиметра. Я ежегодно наблюдаю, но я хочу сказать, что конкурс у меня не направляет. А можно ли с поднимками подойти, например, в онкоцентр и проконсультироваться? Да, мы поняли, спасибо. Да, мы поняли, спасибо. В городской больнице номер 4, который обслуживают всех жителей города Самара. Любой житель города Самара может обратиться туда для того, чтобы проконсультироваться, получить консультацию. Онколога там выполнить какие-то дополнительные обследования. Там выполняются все виды обследований, которые необходимы для постановки диагноза злокачественного новообразования. И уже со всеми этими обследованиями оттуда совершенно спокойно в онкологический диспансер. Если в этом есть необходимость. Да, если есть в этом необходимость. А там работают ваши специалисты? Потому что у нас же восприятие, если онкоцентр, значит... Я сразу хочу сказать, что все онкологи, которые работают на территории Самарской области, они все проходят через базу онкологического диспансера. То есть там врачи, которые либо проходили специализацию, стажировку, либо работали в онкологическом диспансере. Поэтому проблем особых никаких нет. Это касается и специалистов ультразвуковой диагностики, и гинекологов, которые работают в центрах амбулаторной помощи, и врачей эндоскопической диагностики. То есть там работают специалисты, имеющие опыт большой работы с онкологическими пациентами. Поэтому пропустить какую-то онкологическую патологию даже в центре онкологической, в ЦАОПе, ну, наверное, крайне сложно. Еще один звонок у нас, да? Алло, здравствуйте. Ну, добрый вечер. Добрый. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, после удаления молочной железы можно ли сделать пластику на грудь? Ну, собственно, вы уже... Да, но мы уже говорили об этом, о том, что это возможно, это реально сделать, и это делается в онкологическом диспансере. Но возможность, окончательную возможность выполнения реконструктивной операции все-таки нужно обсуждать непосредственно с врачом-онкологом, потому что оценивается стадии заболевания, состояние пациента, пациентки на данный конкретный момент, есть или нет проблемы, какое лечение она получает. Потому что разные варианты по реконструкции могут быть. Можно выполнить сразу, можно выполнить через полгода, можно через год, можно позже. Татьяна Геннадьевна, я надеюсь, мы успеем еще все-таки поговорить о методах лечения новых, потому что хочется очень о них узнать. Что касается новых методов лечения в онкологии, я бы хотела сказать, что онкологическая наука, онкология как специальность, наверное, одна из самых динамично развивающихся. Потому что у нас и новые технологии в хирургическом лечении, и новые технологии, которые используются для лучевой терапии, в лучевой терапии. И, безусловно, это лекарственная терапия. Очень большую роль играет сейчас адекватное получение лекарственной терапии пациентами. Препаратов очень много, современных. Назначаются они с учетом, практически все препараты назначаются с учетом молекулярно-генетического статуса, опухоли. Не только молочной железы, в первую очередь молочной железы. Рак молочной железы был первым заболеванием, где начали использоваться вот эти новые инновационные препараты. Они и сейчас используются, постепенно к ним присоединился там колоректальный рак, рак легкого и так далее. А молочная железа вот на передовой всегда была. Поэтому здесь вариантов по технологиям очень много. Очень много. Но опять я хочу сказать, что использование так называемого персонифицированного подхода с учетом статуса опухоли, с учетом статуса общего статуса пациентки, с учетом сопутствующих заболеваний, применяется в большей степени, применяется персонализированный подход к лечению. Но на базе тех стандартов, которые имеются. А вот вы сколько лет работаете в онкодиспансере? Двадцать пять. Двадцать пять. Скажите, пожалуйста, за двадцать пять лет методы лечения все-таки стали эффективнее? Вы вот это можете увидеть и точно сказать, что да? Безусловно. Методы лечения стали более эффективными. Количество пациенток, переживающих. У нас есть определенные возрастные нормы, на которые мы ориентируемся. Одногодичная летальность, одногодичная выживаемость, пятилетняя выживаемость. Так вот, пятилетняя выживаемость – это основной показатель, характеризующий эффективность противоопухолевой терапии. При раке молочной железы он с каждым годом возрастает с учетом, в том числе и тех лекарственных препаратов, которые мы используем. Потому что даже запущенная форма злокачественного процесса может лечиться. И пациенты получают терапию, таких пациенток достаточно много. Они живут полноценной жизнью, они ходят в театры, в кино, занимаются домашними делами. И попрошу вас буквально в двух словах, может быть, по пунктам, что можно сделать для того, чтобы все-таки как-то себя обезопасить от этого заболевания. Сформировать привычки к здоровому образу жизни, внимательно относиться к себе и не пренебрегать диспансеризацией. Раз в год маммография. Маммография проводится для женщины старше 40 лет один раз в два года при наличии какой-либо патологии ежегодно. Татьяна Геннадьевна, спасибо большое. Желаем успехов вам, вашим коллегам. С нашими зрителями мы прощаемся ровно на неделе. Увидимся в программе «Звоните доктору». Не болейте. Спасибо. 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 Спасибо.